К другим темам. Верующие православные церкви чешских земель Словакии собирают подписи под петиции за возвращение митрополита Христофора, почетного архиепископа Пражского, на предстоятельское служение. Многие в Чехии опасаются, что блаженнейший владыка не будет допущен к выборам главы чешских земель Словакии. Подробнее о ситуации в следующем нашем сюжете. Неприятная ситуация, связанная с уходом архиепископа Пражского Христофора, митрополита чешской земель Словакии с поста предстоятеля, омрачила подготовку к Пасхе Христовой и продолжает омрачать церковную жизнь Чехии в светлые пасхальные дни. Православные верующие считают большой несправедливостью то обстоятельство, что владыку Христофора сначала оклеветали, а затем, когда сами обвинители признали свои показания клеветой, ныне почетного архиепископа Пражского не желают не то что возвращать на прежнее предстоятельское служение, но даже и допускать к участию в выборах нового предстоятеля. Все это дело было искусственно создано. Некая женщина дала интервью журналистам, что она якобы являлась любовницей владыки Христофора и что ей известно и о других его любовницах. Через некоторое время оказалось, что все это была ложь. Женщина сама забрала назад свои показания, написала письмо, передала синоду. Но на основании этих обвинений владыка подал в отставку и объяснил это тем, что он хочет сохранить единство в церкви. Возможно, недруги митрополита Христофора и добивались его ухода. И сейчас, когда все обвинения с него сняты, не желают возвращения блаженнейшего владыки. Примечательно, что информационная кампания с обнародованием клеветнических писем была тщательно спланирована. Накануне заседания Святого Синода в начале апреля все клирики и приходские советы Церкви Чешской земели Словакии от неизвестного адресата получили эти самые письма. Информационной бомбой стали репортажи, которые в течение трех дней крутились на популярном телеканале «Нова». Тележурналист Патрик Кайзер с 14-летним стажем работы в медиасфере утверждает, что эти сюжеты на ТВ «Нова» не были журналистским расследованием. Наоборот, выглядели, как обычные заказные материалы. Думаю, что им просто дал кто-то какую-то информацию, фотографии. Фотографии были сняты в летнее время, а этот репортаж был еще ранней весной, еще не было зеленых деревьев, ничего. Возникает вопрос просто, кто им дал эту информацию и кто им дал к диспозиции те материалы, о которых они говорили. А за каким учелем? Прочь? И с какой целью и для чего это было сделано? Сейчас в Чехии уже имеют представление, кто передал журналистам якобы достоверную информацию о множестве любовниц и десяти внебрачных детях митрополита Христофора. К сожалению, эти люди оказались собратьями во Христе. Недавно временный управляющий пражской епархии архимандрит Марк Крупица заявил о русскоязычном СМИ, что на владыка Христофора есть и другие, пока не обнародованные жалобы, препятствующие ему вернуться на предстоятельский престол. Природу данных жалоб уже знает вся Чехия. Церковные люди знают и то, что митрополит Христофор сделал для церкви. Он построил монастырь Велимов, грубо вырбка, монастырь Святого Горазда. Тоже он трудился там. Канонизация Святого Мученика Владыки Горазда. Он тоже участвовал в этом движении, чтобы было прославление. Но если мы возьмем это, когда он уехал отсюда в Прагу, то он там монастырь ловчкий, женский монастырь. Это единственный монастырь, где ежедневно совершается круг монастырского богослужения. Сейчас монастырь в Тешеве. Десять храмов в Праге. Вы знаете, деятельный человек, молодой, деятельный. И владыка Христофор Славянов Фил. У православных верующих в Пражской епархии возникла инициатива написать петицию за возвращение владыки. Потому что в тексте отречения говорится, что если церковь позовет его обратно, он, конечно, вернется и будет с радостью работать. Эта петиция будет отправлена во все православные приходы, как в Пражской, так и в Моравской епархии. И будут собираться подписи верующих. Когда эта петиция вернется к нам, подписанными листами заполненными, она будет передана в Синод. Эта инициатива возникла на основании того, что мы верим, что владыка невиновен и что ничего подобного никогда не происходило, в чем его обвиняют. Восточноевропейское бюро телеканала «Союз», Чехия, Прага.